Всем моим зрителям огромный привет! С вами я, Юлия Крэзи Нейлс. Давно мы с вами не общались лицом к лицу, так сказать. Кто, конечно, следит за моим инстаграмом, за мои сторис, то там я, конечно, появляюсь куда чаще, чуть ли не каждый день. Ну а те, кто меня давно не видел, то я, конечно же, уже изменилась, у меня уже другой цвет волос, я отращиваю свои натуральные волосы. В общем, хочу натураль. Огромное количество запросов было на тему снять видео по поводу моего переезда в Москву, как я открыла студию и так далее и тому подобное. То есть в этом видео я хотела вам рассказать, как же сложилась моя жизнь в Москве. Ну, переехала я уже больше двух лет назад. Время, конечно, бежит очень быстро. Такое ощущение, что прошло намного меньше. И, конечно же, изначально мне было сложно набрать свою клиентскую базу, потому что меня здесь практически никто не знает, но меня очень сильно спасли соцсети, именно YouTube и Instagram. На тот момент у меня было довольно много подписчиков, и я маякнула, что переезжаю в Москву, и потихонечку, понемножечку клиенты начали приходить. Принимала, конечно же, я на тот момент на дому, потому что других возможностей не было. Конечно, постепенно моя клиентура нарабатывалась за счет сарафанового радио, которое так хорошо работает. В Москве огромное количество конкурентов, и сейчас их все больше и больше, и поэтому здесь сложно начинающему мастеру или мастеру, приезжему как-то набить себе клиентов. Но, возможно, интересные страницы в Instagram, интересными постами и также качеством работы. Хотя здесь многие на это не смотрят, не на качество, они любят быстро и абы как. Такие, на самом деле, клиенты здесь есть, их довольно много. По поводу цен. Цены здесь, конечно, на маникюр дороже, естественно, на все, в принципе, услуги красоты, да, и на другие какие-то услуги. Цены дороже. По продуктам могу сказать, что, конечно же, цены абсолютно одинаковые, как и в Калининграде, но даже есть и дешевле в разы. Поэтому в этом плане здесь все ровно абсолютно, даже выигрышнее. Недвижимость, само собой, здесь дороже. И уже где-то после Нового года я решила, что хочу открыть небольшую студию. На тот момент, конечно, денег не было столько, но на небольшую студию хватало. Конечно, я вообще не представляла, какие это будут затраты, сколько это денег будет стоить. Ну, так плюс-минус прикидывала. Первое помещение я нашла недалеко от дома, где-то минут 20 езды. И это помещение было полуподвального типа. И поначалу, конечно же, нужно было нарабатывать заново клиентов, потому что это немножечко другое место. В Москве не любят ходить прямо куда-то или ездить далеко, любят, чтобы это было рядом с домом. Вот такой, конечно же, здесь контингент, и даже неважно, если он ходит полтора месяца с маникюром, то все равно он ищет возле дома себе салон или студию, где ему сделают маникюр или педикюр. Я, конечно, такой человек, что я за качеством поеду в любое место. Тем более, если мы ездим раз в месяц или раз в полтора месяца, можно найти для себя время или уделить это время качественной услуге. Но, опять же, люди не все такие. В первой студии также у меня начались групповые курсы. Затраты на той студии были небольшие. В принципе, мы покупали только столы, стулья. В Москве есть икея. И, в принципе, там все по доступным ценам. Единственное, что это было педикюрное кресло дороже, да, там телевизоры какие-то. То есть прямо каких-то глобальных вложений не было. И на тот момент я решила стать представителем торговой марки «Рокси». Тогда, да, вот это тоже было одно из таких больших вложений. По поводу ремонта там все было сделано, в принципе. Ну, были какие-то недочеты. Мы там доделывали фасад, но фасад входил в стоимость аренды. Также мы стелили ламинат. Ламинат мы стелили уже за свои деньги. В принципе, вышло тоже не совсем дорого, но все равно. А так, в принципе, там все было сделано. И, значит, как сейчас я помню, июнь месяц, у меня проходят курсы вензеля и тонкие линии. И в Москве начинается ураган и сумасшедший-сумасшедший ливень, просто который сносит все на своем пути, грубо говоря. И у нас этот дом, в котором была студия, он старый немецкий, и дренажной системы там не было никакой, как оказалось. Хотя, когда я заезжала, я спрашивала по поводу того, затапливает ли это помещение. Уверяли, что нет, здесь ничего не затапливать, даже не переживайте. И, значит, мы сидим уже 4 часа или полчетвертого, как сейчас я помню, нас начинает затапливать. Ну, и я изначально подумала, что это несерьезно, но как бы протерла и пошла дальше работать. Потом, значит, заходит девочка, которая со мной работает, и говорит, Юля, там трындец. И по итогу мы захожу в туалет, да, где предбанник к туалету. Там просто все уже по щиколотку, и вода течет со стены просто с огромной силой. Оказывается, провалилась земля возле нашей студии. И получается, вся вот эта вода, вся грязь стекла к нам. И мы начали тонуть, как бы это не звучало грустно, как Титаник. Вот честное слово. Хорошо, что девчонки из курса пошли в положение, начали мне помогать. Мы начали поднимать все оборудование, там, на диваны. И просто у меня тогда начались все-таки крокодили слезы от того, что я столько вложила, да, именно душу, не денег, а именно душу, что вроде все как пошло как по маслу, да, вроде все уже есть, и тут на тебе нас затапливает. И затопило нас не чуть-чуть, а затопило прям-таки нормально, почти до колена было воды. Приезжали службы, откачивали эту первый раз воду, и когда соседи, которые жили в этом доме, видели, что происходит, они сказали, о, типа, так затапливает несколько раз в год. Хотя нам об этом не говорили. Естественно, у нас попортилась мебель. Естественно, ламинат, который мы стелили за свои деньги, он весь всплыл. То есть, ну, понятно, что это были выброшенные деньги на ветер, но нам как бы вернули часть, то есть нам возместили ущерб. И, конечно, на тот момент я просто стояла, помню, на улице, плакала, искала в объявлениях помещения, потому что у меня уже были распланированы курсы, потому что люди должны приехать с других городов. Они заказали билеты на самолеты, на поезд и так далее, и мне срочно нужно было искать помещение. Просто, видимо, я настолько сильно просила, и вот, пожалуйста, на следующий же день с утра я вижу помещение прямо недалеко от дома. Причем оно на первом этаже, отдельный вход, в принципе, так же, как у той студии, но это первый этаж, это не цоколь, есть окна, ты не сидишь как крот в помещении весь день. И там тоже уже был ремонт довольно хороший, там керамогранит везде, и потолок, и стены. Единственное, очень бесил черный пол, я поняла, насколько это сложно с таким полом, потому что на нем видно абсолютно все, особенно пыль отопила, и тоже вложений никаких практически не было, потому что мы ту мебель, которая выжила в той студии, перевезли в эту, и, в принципе, затрат тоже особо не было. Там мы пробыли ровно год, и после зимы у нас просто со снегом начал сходить вход. Просто рушилась лестница, все было в ужасном состоянии, разваливалась плитка, и плюс вообще местоположение было не очень хорошим, потому что это был двор, где постоянно, извините меня, ходили в туалет, постоянно это вонь была. Мне кажется, людям, которые приходили на процедуры, даже на курсы, было не совсем приятно это чувствовать, это видеть и так далее. Хотя внутри было все очень-очень мило и комфортно. И через год мне стало мало места, и я решила уже переехать ближе к центру, потому что многим удобнее находиться и приезжать в центр, нежели чем на какую-то окраину, грубо говоря. Конечно, меня ждало то, что в центре будут просто другие абсолютно цены. Нашла помещение в очень хорошем элитном доме в Москве, это район Таганский. Здесь уже 100 метров, и здесь я уже чувствую себя намного свободнее, потому что вот в том помещении, где мы до этого были, там места было действительно очень мало, особенно на курсах. То есть все ходили вплетировать друг к другу, и было неудобно. Здесь, конечно, вложения было в три раза больше, потому что здесь мы делали легкий косметический ремонт, закупали мебели уже больше. Сейчас у меня в студии работают два замечательных мастера, Татьяна и Екатерина, они абсолютно делают так же, как и я, маникюр. Единственное, конечно, какие-то суперсложные дизайны они рисуют, но все по моей же технике. Это, кстати, мои ученицы из Москвы. Первая ко мне пришла Татьяна, это моя была ученицей-клиенткой, и после она стала у меня уже работать в студии. И Катюша тоже моя ученица, она приходила ко мне на индивидуальный курс, и еще тогда я заметила в ней жилку, так сказать, творческую, которой действительно нравится то, что она делает. И на тот момент, после обучения, в этот же день я предложила ей, что если я когда-нибудь буду расширяться, то я обязательно приглашу тебя на работу. И вот мы немножечко расширились, и теперь она в нашей команде, чему я несказанно рада. Конечно же, я не хочу открывать каких-то сеть студий в Москве, и это мне не хочется. Я хочу одну просто студию с обучением, и просто оказывать услуги, маникюр, педикюр. Так что, кто живет в Москве, welcome к нам в студию. Мы вас будем очень ждать. Мы всегда работаем на качество. Для нас это очень важно. Поэтому, если вы такие же ценители, то приходите к нам, или также приходите ко мне на обучение, на повышение квалификации, на курсы по дизайнам. Мы будем вас очень ждать. Работы учеников, работы наших мастеров, мои все есть на страничке в инстаграме. Поэтому, если вы еще на меня не подписаны, то открывайте описание, находите мой инстаграм и подписывайтесь. В общем, мое отношение к Москве после переезда. В принципе, оно никак не поменялось. Мне безумно нравится этот сумасшедший образ жизни, что ты встаешь в 7 утра, уже куда-то едешь, и так каждый день. Ну, понятное дело, на выходных мы немножечко отдыхаем. Но все равно мне нравится этот темп жизни. Потому что я еще пока молодая, мне еще хочется этого драйва. Когда я приезжаю, допустим, в Калининград, то мне кажется, что там все так медленно. Хочется куда-то бежать. Внутри меня много-много частиц, которые меня тянут куда-то. А идти некуда там, в принципе, потому что город маленький. Ну, максимум, можно съездить на море, но не больше. Моя душа уже вся в Москве, не в Калининграде. В Калининграде у меня только родители остались, конечно, с которыми мы постоянно видимся. Либо я приезжаю, либо они приезжают. Конечно, я хочу жить в дальнейшем в Москве. Хочу когда-нибудь, конечно же, накопить на квартиру. Копить, наверное, придется очень долго, потому что цены на квартиру здесь просто космические. В общем, если у вас остались какие-то еще вопросы, пишите в комментариях под видео. Также я говорила, приходите к нам в гости, делайте маникюр, педикюр, приходите на обучение, мы вас будем ждать. Ну, а я вам всем говорю, до скорых встреч, творческих успехов. И пока-пока.